Общероссийский народный фронт совместно с профильными специалистами и представителями городской администрации проинспектировали состояние детских площадок в Сургуте. Общественники оценивали их соответствие стандартам, износ, удобство пользования и, конечно, безопасность как для детей, так и для их родителей. Об итогах проверки расскажет Никита Жуков. В ходе проверки эксперты Общероссийского народного фронта посетили 72 игровых комплекса и выявили нарушения. Наиболее частая проблема – неправильная эксплуатация оборудования и, как следствие, необходимость ремонта. При всем этом объект может юридически соответствовать всем нормам и иметь сертификаты. Поэтому члены комиссии просят родителей не оставаться в стороне и помогать в работе по улучшению качества детских площадок. Родители, в первую очередь, должны обращать на это внимание, потому что, подвергая опасности, выпуская детей на эти детские площадки, должны, в первую очередь, обращать на это внимание и звонить управляющей компании и принимать какие-то соответствующие меры. Сами конструкции, возможно, что и соответствуют ГОСТу, да, но материалы, именно дерево, оно разрушено, металлоконструкция покрыта ржавчиной, коррозией, что небезопасно, детки там могут зацепиться, поцарапаться и так далее. Эксперты также отмечают, что многие вопросы, связанные с детскими площадками, невозможно решить исключительно перепиской с управляющими компаниями. В некоторых случаях для принятия решений необходимо активное участие жителей. Например, по закону демонтаж старого оборудования, смена покрытия или установка ограждений не могут быть произведены без решения собрания собственников недвижимости. Более того, оно необходимо и для участия двора в программе «Формирование комфортной городской среды», по которой в Сургуте в настоящее время устанавливается 17 игровых комплексов. Инициативы по реконструкции иногда упираются как раз-таки в отсутствие общего решения жителей. Я бы хотела еще уведомить жителей о том, что у нас есть прекрасная система ГИС ЖКХ. В настоящее время любой собственник может инициировать общее собрание собственников по данной информационной, государственной информационной системе ГИС ЖКХ, где они могут провести общее собрание собственников, не выходя из дома. По итогам мониторинга общественники зафиксировали незначительные нарушения на 16 объектах. Еще 13 имеют серьезные проблемы, а три площадки и вовсе получили неудовлетворительную оценку. Как отметился председатель штаба ОНФ в Югре Владимир Меркушев, как правило, власти Сургута быстро реагируют на результаты проверок и исправляют недочеты. В сентябре эксперты Общероссийского народного фронта проведут повторную инспекцию. Никита Жуков, Дмитрий Круковец, Сургут-24.